Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И сегодня у нас речь пройдет про коридоры, то есть сколько нужно ждать на Украине, чтобы снова поехать в Польшу. Откуда же взялась эта путаница? Все очень просто, потому что раньше был всего лишь один вариант поездки в Польшу на работу, то есть по рабочей визе. Полугодовая рабочая виза, либо если открываете на год воеводское приглашение. То есть люди знали, если они отработали полгода по обычной рабочей визе, то полгода они должны сидеть дома, либо заезжать по воеводскому приглашению. И не нужно ждать коридора. Сейчас же появилась работа по безвизу официально, работа по безвизу неофициально, а также появилась еще работа сезонная, то есть работа по выполнению сезонных работ. И с разнообразием всех этих работ люди просто запутались, сколько им ждать в Украине и когда можно возвращаться в Польшу. Поэтому в этом видео мы с вами разберем все эти нюансы, разберем все эти ситуации, чтобы в будущем у вас больше не оставалось никаких вопросов. Ну что же, друзья, давайте начнем разбираться в этой нелегкой теме. Поехали! Друзья, переводите деньги через TransferGo, потому что это надежно, быстро и пользуясь сам. Ссылка на бесплатный перевод в описании под видео. Итак, друзья, давайте начнем с безвиза. После того, как человек побывал по безвизу 90 дней, ему необходимо 90 дней находиться на территории Украины. И только после этого он может повторно ехать по безвизу на 90 дней. Как же посчитать все-таки разрешенное время пребывания по безвизу? Итак, например, если вы были только 60 дней подряд, то вопрос, когда вы опять можете поехать по безвизу? Итак, вам нужно запомнить самое главное правило, которого придерживаются таможенники. От даты выезда нужно отсчитать 180 дней назад и вы получите результат. То есть, например, вы выезжаете из Польши 01.01.2019. То есть, они отсчитывают 180 дней, и поэтому это будет 01.06.2018. И считают, сколько дней вы пробыли в ЕС в этот промежуток. То есть, они отсчитали 180 дней и посмотрели, сколько вы были в ЕС в этот промежуток. И если у вас 90 дней или меньше, тогда проблем нет. Если же у вас больше 90 дней, то будет запрет на въезд минимум на полгода. И также нужно запомнить следующее. Если вы работали по безвизу официально, то есть работодатель на вас оформил приглашение на 3 месяца. То есть, вы работали официально 3 месяца. И после того, как вы отработали 3 месяца, например, вернулись в Украину, и много кто хочет возвращаться опять в Польшу. И здесь очень такой есть нюанс. То есть, вам нужно обратить внимание, что работодатель повторно может оформить следующее приглашение только на 90 дней. Так как по приглашению, в принципе, можно работать только полгода в году. И если вы уже отработали 90 дней официально, хоть и по безвизу даже, но вы заехали и поработали официально 90 дней, то следующее приглашение именно на рабочую визу вам смогут открыть только на 90 дней. Потому что можно работать только 180 дней в году. Но, если вы приедете в Украину с таким приглашением на 90 дней, чтобы открыть рабочую визу, то с таким приглашением невозможно получить рабочую визу. Так как людям с биометрическими паспортами не открывают визу меньше, чем на 97 дней. Так как это считается краткосрочное пребывание. То есть, с таким приглашением вы не можете поехать по безвизу, так как у вас сейчас коридор. И точно так же вы не можете подать на рабочую визу, так как период самого приглашения достаточно короткий. Меньше 97 дней. То есть, какой можем сделать из этого вывод, что работать по безвизу официально это не совсем выгодно. Если вы, например, захотите вернуться в Украину и открыть рабочую визу на полгода, то у вас это получится. То есть, работать по безвизу невыгодно официально, но если, конечно же, вы не получаете карту побыта или воеводское приглашение на год. То есть, в такой способ можно остаться в Польше, если вы в этом откроете карту побыта. Либо если вернетесь в Украину с воеводским приглашением, которое дается на год от воеводы. И с таким приглашением можете заезжать в Польшу и не ждать никакой коридор. Итак, давайте подсуммируем, как же можно обойти коридор после безвиза, если вы уже находитесь на территории Украины. Первое. Это открыть годовую визу по приглашению от воеводы. И второе. Это открыть визу на сезонные работы на 9 месяцев. То есть, это два пункта, которые помогут вам обойти коридор после безвиза. Второе. Коридор после полугодовой визы. Если вы работали полгода за последний год, то тогда у вас будет коридор полгода. То есть, вы поработали 180 дней и 180 дней вы должны находиться на территории Украины. Например, вы открывали визу 01.01.2019 по 01.06.2019. То следующую визу вы можете открыть только 01.01.2020 года. Итак, давайте теперь рассмотрим три основных пункта, как можно обойти коридор после полугодовой визы, если вы уже находитесь на территории Украины. Первое. Можно ехать по безвизу на 90 дней как турист. То есть, не официально работать, а именно как турист. Просто заехать в Польшу и работать не по приглашению. То есть, работодатель вас не будет официально оформлять. Вы будете работать, так сказать, нелегально. Это первое. Второе. Открыть визу с приглашением от воеводы. То есть, так называемое годовое приглашение. И третье. Открыть визу по приглашению на сезонные работы. Следующий вариант – это коридор после годовой визы. После того, как вы открыли годовую визу с приглашением от воеводы, вы можете находиться на территории Польши весь год. После такой годовой визы коридоров нету и не было. Это одна из самых выгодных виз за длительностью пребывания в Польше и отсутствием коридоров. И что же вы можете делать после того, как у вас закончилась годовая виза? Вы можете ехать по безвизу на 90 дней. Вы можете открыть полугодовую визу. Вы можете поехать на сезонные работы на 9 месяцев. И также вы можете получить такую же годовую визу и работать точно так же год. И последний вариант – это виза на сезонные работы. После того, как закончится виза на сезонные работы, а она открывается на 9 месяцев, либо до конца года, коридор есть, но он только до конца года. Давайте разберем более детально. Например, вы открыли визу на сезонные работы с 01.01.2019 по 01.09.19. И по ее окончанию можно открывать такую же визу только уже с нового 2020 года. То есть вы можете с нового года открывать точно такую же визу. И давайте рассмотрим, что же вы можете делать после окончания визы на 9 месяцев. Первое. Вы можете ехать по безвизу на 90 дней. Можно как турист, либо можно официально устраиваться на работу на 90 дней. Второе. Вы можете открыть полугодовую визу. И третье. Вы можете открыть визу по приглашению от воеводы на год. Ну что же, друзья. В данном видео я поделился с вами основной информацией, какие бывают коридоры. И как максимально лучше обходить эти коридоры, чтобы можно было возвращаться на работу в Польшу обратно. Поэтому, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обязательно посмотрите внизу в описании под видео. Есть много интересных и полезных ссылок, которые вам понравятся. Ну что же, друзья. Спасибо за просмотр. И до встречи на следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok